Здравствуйте, дамы и господа! Рад вас приветствовать на сегодняшней встрече! Добро пожаловать в будущее! 2021 год был годом больших достижений для проекта струнного транспорта. На легкой линии в Шарджа тропический Юникар совершил первые поездки с пассажирами на борту. В центре UST Inc. в УАЭ началось строительство четырех анкерных опор для первых тяжелых трасс. На новых трассах струнный транспорт впервые покажет скорость свыше 150 км в час. В УАЭ прошла сертификация струнного транспорта. Международные эксперты подтвердили, что технология соответствует мировым требованиям надежности, безопасности и долговечности. Сертификация помогает проекту выходить на новые рынки и упрощает сотрудничество с заказчиками по всему миру. В Шарджа также прошли первые испытания грузового струнного транспорта. Осенью легкая трасса в центре испытаний получила разрешение властей Эмирата на демонстрацию и тестовую эксплуатацию. Выставочная версия высокоскоростного струнного транспорта теперь находится в специальном павильоне центра USD-INC в Шарджа. В конце года изобретатель струнных технологий Анатолий Юницкий объявил о подписании первых четырех контрактов на адресные проекты. Это лишь часть масштабных достижений, которые помогают струнным технологиям выйти на мировой рынок. Это лишь начало прогресса, частью которого может стать каждый. Можете стать и вы. Какие потрясающие новости, какие прекрасные кадры у нас на данном видео. И это все SkyWorld Community и инновационные экологические технологии. Сегодня речь на нашей встрече пойдет о уникальной технологии, о транспортной инфраструктуре в масштабе планеты. Огромный проект, который начали простые люди во главе с гениальным ученым. И сейчас вы видели, это уже реально, это уже в материи, это уже возит, катает людей, это уже в большей степени сертифицированный транспорт. Уже есть у нас адресные проекты, контракты, целых четыре штуки в прошлом году. При том, что мы в данный момент находимся на 14 из 15 этапов развития. То есть еще не завершили. А с нами уже сотрудничают, потому что уже в течение нескольких лет наблюдают за развитием технологий, как в Европе, в Белоруссии, так и на Ближнем Востоке, в Объединенных Арабских Эмиратах. И видят, насколько успешно развивается данная технология и какие феноменальные характеристики она принесет, что даст невероятную пользу всему человечеству. И особенно тем, кто первый построит данные трассы. Конечно же, за час мне не удастся передать вам абсолютно всю информацию, поэтому, пожалуйста, в нашем чате есть ссылка, интервью с Анатолием Юницким об итогах 2021 года. Там вы сможете добрать всю необходимую информацию, чего не будет в этой встрече, на что я не уделю внимания. Но это, можно сказать, четкое понимание того, что было проделано. Не в зависимости от того, что происходило в мире, наша компания действительно укрепляется. И 15-й этап, и его завершение не за горами. Также там корпоративная почта в чате. И если у вас будут какие-то вопросы, обращайтесь, пишите. Я смогу поделиться материалом, объяснить и рассказать то, что узнал за ближайших пять лет. Я, как всегда, рад служить теми знаниями, которые приобрел. И мы сегодня разберем проект, который меня удивил. Меня зовут Артем Курбанов, и я всегда старался участвовать в чем-то масштабном, чтобы улучшать массово либо планету, либо природу, либо жизнь людей. И я начал искать, как это глобально делать по всей планете. И понял, что люди начали объединяться и делать собственные проекты межконтинентами, межстранами. И это начало называться краудфандинг и краудинвестинг. Я начал изучать эту тему, потому что меня заинтересовало инвестирование, больше свободного времени, мой гибкий график того, как я распределяю свою жизнь. Ну и, конечно же, экологические технологии. То, на что будущее. И особенно закрывающие технологии и технологии с возобновляемым энергией. То есть все подобного рода меня сильно интересовало. И перебирая такие проекты, а их оказалось очень много, сотни, я посмотрел. Но я нашел два проекта, наверное, которые меня больше всего удивили. Начал их изучать еще глубже, несколько месяцев. И потом понял, что дальше можно даже не искать, потому что нашел именно технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого. Человека, который изобрел, так скажем, видение и устройство мира не просто на ближайшие 10 лет, чтобы мы действительно были в благе, в полном изобилии. Он видит, как жить на нашей планете в гармонии с природой на тысячи лет вперед. И эта технология, которую мы сегодня уже, так скажем, подходим к завершающей стадии, это лишь первая технология, самая земная, понятная и самая актуальная на данный момент, из тех, которые он уже предложил миру. Причем предлагает уже давно. Просто именно сейчас, когда нас стало 500 тысяч человек вместе, люди и мир начал лучше слышать и видеть уже на аргументах, что его технологии действительно очень важны. Дамы и господа, самый главный ресурс нашей жизни – это время. Оно невосполнимое, и оно очень важно. И я бы очень хотел и желаю вам, чтобы все время шло в пользу, в продуктивность. Поэтому вот эти все плюсы в жизни для себя и для окружающего мира можно сделать, если помогать данному гениальному ученому развивать его технологии. Это все может быть и для вас, и для других людей. Поэтому присаживайтесь поудобнее и получайте то лучшее, что я вам сейчас могу передать на данную тему. Ведь нас 8 миллиардов человек – самые влиятельные существа на планете, самая огромная движущая сила, потому что мы взяли и объяли эту планету и изменяем ее под себя. И это действительно наша возможность. Но вместе с нами развивается наше детище – техногенная сфера. И мы уже без нее никуда не можем. И с появлением новых технологий жизнь серьезно менялась, и в какие-то моменты она менялась прям кардинально. Когда появилась железная дорога, например, мир изменился. Когда электричество пошло, стал третий технологический уклад, потому что сильно жизнь поменялась. Четвертый технологический уклад – автомобилестроение, авиация и нефтехимия. Снова новые скорости, новое построение, новый, так скажем, вид пластика, который сейчас везде, и мы без него жить не представляем как. И пятый технологический уклад – это тот мир, в котором мы живем сейчас. Виртуальная реальность, интернет и гаджеты. Он просто настал. Кто-то понимал, что в этом будущее, и это все пришло и начало развиваться. И все те, кто видели в этом толк и будущее, сейчас это крупные гиганты, компании, все эти люди на коне, потому что они видели, что необходимо нашему миру и что будет востребовано. И сейчас мы пересылаем… То есть скорость нашего развития и движения очень выстроились. То есть мы пересылаем информацию гигабайтами чуть ли не за секунды, звоним на другой континент, можем с другой частью нашей планеты, на, так скажем, через спутники, по видеосвязи разговаривать и с прекрасной, ну, то есть с прекрасной уже связью. То есть мы деньги пересылаем за секунды. Все работает очень быстро, кроме физики самой. Передвижение грузов и пассажиров, то, во что уперлись. Передвижение по нашей планете, которое нам необходимо, но является невероятным расточительством с учетом технологий, которые сейчас есть. И именно сейчас эта эволюция всех технологий произойдет, так скажем, и превратится в революцию, потому что на кону шестой технологический уклад. Ведь пятый технологический уклад, по факту, если так вот не сильно углубляться, это вот эти компании. Они одни из самых известных и самых больших, которые выросли именно в течение пятого технологического уклада. И посмотрите, как выросли эти компании. Какая у них капитализация огромная. Это историческая статистика. То есть вы видите, что буквально 10 долларов, маленькая частичка компании за 16 лет превратилась в 100 тысяч. Или как в компании Alibaba. Alibaba начинает маленькая компания. Так скажем, и у нее там гипотетически там тысяча долей. И она стоит мало, потому что она еще ничего не сделала. Но потом она развивалась. Все эти технологии, Walmart, Microsoft, Boeing, Apple, они все были необходимы. Не все понимали. И не у всех была информация, что можно это развивать, что это будет востребовано. Но кто-то понимал. Не было такого, как сейчас, что мы можем сидеть с вами, каждый в своей комнате, в своем доме, в своем удобстве и делиться информацией, общаться, задавать вопросы и получать ответы. Делиться настолько важными знаниями, как сейчас. Ведь эти все компании, кроме того, что приносят огромные дивиденды, развиваются и так сильно капитализируют, приносят огромную пользу человечеству, развитию нашего человечества. Эти все компании меньше, чем та технология, которую мы развиваем. И вы уже видели, что это не просто концепция. Это не просто эскиз. Это уже реальная технология. Я лично катался на четырех видах транспорта, если я не ошибаюсь. Может, на пяти даже. Но сидел в большее. То есть они в металле уже готовы и проходят свои испытания. И большая часть сертифицирована. Это реальная технология. И она, дамы и господа, гораздо больше, чем все эти компании станет. Потому что транспортная инфраструктура самая огромная, самая прибыльная и самая коррумпированная, к сожалению. Но Анатолий Эдуардович именно решил это изменить тем, что он не отдал эту технологию в руки кому-то одному, чтобы это была монополия. И за самый лучший транспорт среди всех существующих, которые вы знаете, конечно же, поставит самую большую цену. Хотя на самом деле цена будет самой маленькой, а характеристики будут самыми высокими. И Анатолий Эдуардович сертификацией, испытаниями, демонстрациями доказывает, что это действительно так. И он отдал всю эту технологию на развитие людям, простым людям со всей планеты. 500 тысяч человек, 220 стран и регионов мира делают то, что вы сейчас видите на вашем экране. И мы уже почти завершили. Но впереди еще самое главное. 15-й этап. Развитие, точнее постройка трассы и уже готовый транспорт у нас есть. Скоростная трасса. 500 километров в час. До 600. Это междугородняя трасса. Это главная часть, которая осталась у нас для сертификации. Поэтому каждый человек, который поддерживает данную технологию, действительно важен. В любой момент, как на первом этапе, на третьем, на четырнадцатом или на пятнадцатом. Поэтому желаю, чтобы каждый человек хотя бы один раз на планете услышал информацию о прекрасной этой технологии. И хотя бы одним глазком окунулся в то, что еще изобрел данный ученый. Потому что это невероятно. А пока самое земное, самое актуальное. То, что больше всего на данный момент за самое быстрое время с минимальными ресурсами даст максимальную пользу человечеству. Новая транспортная отрасль. И при том, что у нас уже в общем целом все, можно сказать, готово. Я хочу сказать, готово. То есть мы почти закончили сертификацию. И посмотрите, мы уже имеем собственное производство. Целых три завода. Где выполняемые сторонние заказы. Новейшее оборудование. Уникальнейшая работа. Все по передовым ноу-хау технологиям. Некоторые станки стоят по 500 тысяч долларов. И он у нас такой не один. И это уже наше совладение, дамы и господа. Это уже наше совладение. Мы все получаем, так скажем, мы все являемся частью этой технологии. Владеем какой-то ее частью. И тем самым главное, самый большой бизнес, самая полезная технология. То, что даст переход в шестой технологический уклад. И будет приносить пользу с передачи по наследству, с дивидендами всем обычным, простым людям на нашей планете. Которые и пользуются этим транспортом. Ведь задумайтесь, те, кто уже владеют другими видами транспорта, которые менее эффективны или гораздо более вредоносны. Но это их бизнес, он приносит прибыль. Конечно же, не хочется с ним расставаться. Поэтому мы за последних пять лет заметили много гонений. А вообще, когда изучаешь жизнь Анатолия Эдуардовича, видишь, что на протяжении последних сорока лет, как только не пытались прикрыть эту технологию, все технологии Анатолия Эдуардовича. Но сейчас мы видим, что, во-первых, это уже не остановить. Во-вторых, это действительно гениально. И это видят люди со всего мира. Именно поэтому Анатолий Эдуардович получил премию мира в Братиславе, в Словакии в 2018 году в декабре. И не только за первую технологию, а за целую серию эко-мира. И именно этот транспорт мы реализуем в мире. То есть компания SkyWorld Community и эти 500 тысяч человек объединились вместе, чтобы профинансировать данную технологию, то есть чтобы ее построить, проработать, испытать, продемонстрировать и, самое главное, просертифицировать, чтобы мы с этими сертификатами могли законно строить данные трассы. То есть эти сертификаты подтверждают все характеристики, и мы начинаем строить по всей планете. И можем построить более 20 миллионов километров дорог только за 21 век. Это просто изменит ход всего человечества. И когда-то, когда я первый раз об этом услышал, я подумал, что это нереально. Но сейчас в 5 лет изучая и трогая собственными руками, я понимаю, насколько все-таки мы близки к такому будущему, которое мы видели буквально недавно в фантастических фильмах, как, например, «Пятый элемент» или подобные фильмы. Мы идем в новые технологии. У нас классно развитые компьютеры, уже хорошо работает искусственный интеллект. Транспорт по технологиям Анатолия Эдуардовича становится автоматизированной технологией, дающей нам больше пользы, чем весь существующий транспорт. Это, так скажем, наши помощники, роботы, которые полностью забирают от нас заботу о перемещении грузов и пассажиров. Вы просто набираете станцию на каком-то своем смартфоне, либо на самой станции, куда вам нужна остановка, садитесь внутрь, и вы свободны. Транспорт все делает сам и полностью вас защищает. Вот это и есть закрывающая технология. И этим пронизано тем, чтобы технологии, наше детище работало на нас и освобождало нам время для жизни, наслаждения и творчества людям и давало наилучшее влияние при своей пользе людям, давало наилучшее влияние на всю остальную живую планету. И этим пронизаны все технологии Анатолия Эдуардовича Ленинского. Стоит только заглянуть одним глазком, и вас будет не вытянуть, потому что ты сначала смотришь, это как будто просто очень интересная фантастика. А ты потом понимаешь, что формулы четко описаны. У меня уже есть, наверное, 4 или даже 5 книг с разной степенью погружения в науку, где он пишет о своих технологиях. Там действительно я показывал физикам, и он говорит, да, да, все четко сходятся расчеты, формулы. То есть это, он говорит, удивительно, что то, что ты здесь показываешь, это не научная фантастика. Вот. Это действительно наша реальность. И философия спасти мир. И именно с этой технологии спасение мира и начинается. Ведь это самое оптимальное, самое эффективное и самое безопасное транспортное технологии. Этот человек позволил нам, так скажем, стать соучастниками эволюции мира. И еще он делится бизнесом своим. То есть мы не то, что просто только альтруистически спасаем мир, но и становимся частью этого бизнеса, который будет развиваться. А серия того, что может производить наша компания, она невероятно широкая. Вся планета подходит под ту гибкую технологию, которую мы с вами развиваем и финансируем. И этот ученый действительно всю жизнь уделил науке, знаниям и пониманию, как жить вместе с нашей прекрасной природой. Как быть с ней, так скажем, сообща, как быть друзьями, помогать друг другу, не мешать друг другу развиваться, жизнь и процветать. Итого ученый, изобретатель, изобрел 200, точнее, автор более 200 научных работ, 20 монографий, 150 изобретений в сферах строительства, транспорта, машиностроения, электронной и химической промышленности. Человек, который не просто теоретик, а практик, инженер, конструктор, который конкретно создавал для улучшения мира все, что ему необходимо. И он пошел максимально далеко. Ведь сразу хочу обратить ваше внимание на то, что у него есть технология электричества, которая даст всей планете чистое электричество, экологически чистое, более чем на 5000 лет. И это все подробно описывается в линейных городах, эко-поселениях. Сейчас уже об этом информация достаточно быстро распространяется, потому что даже при том, что мы не закончили еще все 15 этапов, а сейчас находимся на 14, информация по линейным городам уже запускается, потому что люди и страны должны быть готовы к этому. А некоторые страны уже готовы к этому. И, например, если вы напишите в гугле Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, линейный город, струнные технологии, то вам выдаст PDF файл, и еще в 2015 году уже было представлено, как в Абу-Даби можно сделать экологический город, струнный. И как раз сейчас в Арабских Эмиратах я встретил ребят, которые были в Абу-Даби на выставке и слышали об этом проекте, и поэтому очень были заинтересованы, потому что считали, что это будущее, через лет 20 наша компания уже успешно развивается на территории Объединенных Арабских Эмиратов, имеет сертификаты, приглашает и катает уже на нашем струнном транспорте. Так что там действительно быстро и качественно, невзирая на то, что происходит в мире, идет работа и развитие нашей технологии. Вместе мы собрали огромный штат, огромное производство, огромное количество, так скажем, внимания и, можно сказать, предзаказов. Тех, кто сказали, ну, просертифицируйтесь, мы у вас тогда и закажем что-нибудь. Но уже есть те, которые даже не дожидались 15 этапа. И вы видите фотографию, этот транспорт в тропическом исполнении с потрясающим ощущением. Едешь в нем среди бархан и очень быстро. Я был в октябре прошлого года и сейчас в марте этого года. И скорость сильно изменилась, то есть происходит тестирование и новое. То есть тогда, так скажем, приезжих туда, приезжие делегации катали и было гораздо ниже скорость. То есть я понимаю, что все идет очень хорошо, потому что держу руку на пульсе уже 5 лет, каждый день, можно сказать, и понимаю, что даже мечтать не мог о том, что будет подобное развитие. Что нас представят на всемирном правительственном саммите, что у нас на официальном уровне с РТА это Министерство транспорта Дубая. Будем участвовать в тендере. То есть что нас признают до такой степени. А всему заслуга, вы, дамы и господа, люди, которые услышали, уделили свое время и узнали о этих возможностях, о новых технологиях, которые реально и пользу принесут, и не только миру, но и вам. В итоге эта технология сейчас на завершающей стадии развивается как в Беларуси, так и в Европе, на Харатских Эмиратах. Конечно, более немножко пристально слезят за Арабским Эмиратом, потому что там сейчас и для пассажирского транспорта, и для грузового транспорта делаются две трассы уже для тяжелых с огромным пассажиропотоком либо грузопотоком более тяжелые. И эти сертификаты, когда будут получены, это будет уже действительно прогресс, потому что перед нами откроется невероятный рынок трасс грузовых и пассажирских. И ждется, жду этого с нетерпением, и многие люди уже этого ждут, потому что Арабские Эмираты готовы полностью к принятию нашей технологии. Сейчас все зависит от сертификации, а сертификация зависит от того, так скажем, как быстро финансируется весь проект. Но 14 этап уже в скором времени завершится и останется только 15-й, так что мы уже в самом завершении. И тем более, раз пошли уже первые адресные проекты, значит, и пошли первые транжи, первые оплаты по этим адресным проектам. Значит, в течение, если в этом году у нас пошли оплаты на проекты, это уже прибыль, значит, в следующем году в третьей четверти, скорее всего, будут начислять уже дивиденды со владельцем компании, со владельцем этой технологии, потому что проекты уже пошли. И, понимаете, в абсолютно любой точке, там, где маленькие деревушки, решение последнего километра, в абсолютно вечной мерзлоте, там, где минус 40, минус 50, там, где плюс 60, как в Арабских Эмиратах, вездесущий песок и огромное количество солей воздуха. Супергибкая технология под каждое, под любое количество мест, хоть 2, хоть 6, 8, 12, 16, 18, 40, и можно делать составные поезда, например, 200 человек по 25 в каждом вагоне. То есть, он идет составной. Они могут идти отдельно, все зависит от необходимости, от груза, города, будь это город провинциальный, где 100 тысяч человек, или там, где 20 миллионов. И под все за эти 5 лет, под разные виды, под, точнее, ну не могу сказать под все, это, наверное, будет неверно, под большинство необходимостей человечества сейчас, за 5 лет мы уже изобрели, просертифицировали разные виды транспорта, всего уже 12 в железе, почти все уже закончили свою сертификацию, и разные виды трасс. И это все сделали люди, представляете? Эту красоту для себя же, для будущих своих поколений, для того, чтобы это было действительно безопасно и быстро. представляете? 600 километров в час между городами. Мы сможем жить, не то что, точнее, работать сможем, не то что далеко от жилья, мы можем работать в другом городе, в столице своей страны, можем работать в столице другой страны. И вот так вот, со скоростью 600 километров в час быстро, экологически чисто и безопасно добираться на работу. Представляете, за день можно будет посетить несколько стран с такой скоростью, сделать свои дела. Просто представьте, насколько возрастут возможности людей. Передача знаний, работа в другом месте, торговля. Это же просто фантастика. И это оказалось не фантастика, а реальность. И чем больше видишь данные технологии, чем больше смотришь новости, как день за днем развивается и проходится этап за этапом, понимаешь, что просто в будущее летишь. Не то, что идешь или ползешь или бежишь, а прям летишь. И спасибо большое всем этим людям, которые увидели и чувствуют себя настолько сильными, что берут ответственность за нашу планету, как за свой дом. И считают нормой и желанием часть своих ресурсов своего времени, то есть своей энергии. Время попрожено на энергию. Мы как-то собрали эти ресурсы отдать на восстановление и улучшение мира. Это сильно. Это для тех, кто действительно хочет менять тот мир в сторону рая, потому что рай возможен на нашей земле. Согласитесь, каждый из нас хоть раз в жизни чувствовал себя как в раю. Он здесь. Мы можем его сделать. И с Анатолием Эдуардовичем Юницким, и его экологическими инновационными технологиями у нас это действительно получится. А то, что к нам перейдет со временем, например, за 21 век более 50% транспортного рынка можно будет перенять. И представляете, грузовой транспорт и грузовые перевозки самый дорогостоящий и прибыльный бизнес. Он также со временем перейдет к нам. Мы сначала придем на помощь, а потом он перейдет этот бизнес на нас. И те люди, которые сейчас улучшают планету и стараются спасти ее, в итоге окажутся в полной благости и в большом изобилии. Потому что действительно грузовые перевозки это один из самых прибыльных бизнесов в мире. Самая дорогостоящая отрасль. И у нас есть все. И для сыпучих грузов, и для жидких грузов, и для месторождений, и для штучных грузов, и контейнеры любого типа, разных размеров, разного веса. Конвейерные ленты для разработки какие-то материалы переходят. То есть разработаны разные частички, все спектры, которые необходимы для грузоперевозки, и уже представлены в железе, и проходят сертификацию, испытания и сертификацию. То есть таким образом мы, как раньше был пейджер, а потом пришел мобильный телефон, и он просто заменил, потому что стал более удобным, чем пейджер. А тут мы ко всем традиционным видам транспорта, которые у себя изжили, не дают нам нужной скорости, чтобы человечество стабильно развивалось. То есть недостаток скорости. Так много машин, так много дорог всяческих, что переполнена поверхность, хотя она должна быть для флоры и фауны и человека, чистая, как здесь. а сверху на ажурной конструкции с минимальной затратой ресурсов нашей планеты суперкрепкая и быстрая транспортная система. И вот такое вот, так скажем, от самого порта может данный груз передвигаться в нужную ему страну, на нужную ему базу, на нужный завод. то есть не только на суше можно строить струнные дороги, эта технология супергибкая. И в будущем, как я видел в книгах Анатолия Эдуардовича, и межконтинентальные у нас будут дороги. Только там уже следующая технология, которую в скором времени, я надеюсь, мы начнем развивать после 500 километров в час, когда этот проект уже выйдет на самофинансирование и начнет вовсю дарить благо этому миру и приносить пользу всем его совладельцам, будет один из проектов передвижения фар-вакуума. Это до 1200 километров в час приблизительно, может и больше, в разряженной среде. То есть возможности развития именно данной технологии, совершенствования безгранично. Но, как сказал Анатолий Эдуардович, все предыдущие технологии, которые есть, и это в ближайшие тысячи лет более что-то, ну, не считая полетов каких-то гравитационных двигателей, а именно такое, что для всей планеты, для всех существ, чтобы полезно было и удовлетворяло все потребности человечества, даже если нас больше 10 миллиардов. Лучше этой технологии в принципе нельзя придумать. Если вы посмотрите некоторые видео, он четко с точки зрения физики рассказывает о перемещении пассажира из точки А или груза из точки А в точку Б и что происходит с его энергией, с кинетической, с другими видами энергии. Он изобрел наилучший способ передвижения. И так подошел каждый технологий. Как бы мне хотелось передать вам ощущение хотя бы чуть-чуть того, когда ты едешь на струнах, которые ты видел только что, тоненькие такие, 400 метров уже между опорами, ты понимаешь, что под тобой природа, рядом с тобой ты мимо веркушек, березок красивых проезжаешь и при этом ты полностью свободен, в полной безопасности. Это потрясающее ощущение. Я очень рад, что стал частью этого и что мы делаем такие успехи в развитии данной технологии. И она уже скоро действительно завершится даже, я думаю, что существующие люди, которые знают эту технологию, поддержали ее, даже они закончат финансирование 14-й и 15-й этап. Но каждый человек важен. И каждый человек в будущем сможет развиваться дальше. То есть чем раньше люди узнают о технологиях Анатолия Эдуардовича, тем больше пользы в прогрессе это может принести. Потому что сейчас мы развиваем транспорт. Далее будем развивать эко-дома, линейные города, производство гумуса, плодотворную почву черноземного типа для того, чтобы хоть с пустыни озеленять можно с этим за их помощью. Линейные города и эко-поселения это тоже одни из проектов, которые, скорее всего, мы будем развивать так же вместе. Потому что создалось уже огромное сообщество, которое хочет это делать. Представляете, полмиллиона человек. Разный менталитет, разные жизненные условия, но объединены общей целью, потому что понимают, видят, что здесь предлагают действительно хороший вариант и хорошо его реализуют. И с каждым этапом, с каждой новостью все больше и больше, как крепкий фундамент, это доказывает. И будущее наше настолько потрясающее, настолько чудесное с учетом этих технологий. Хотя по факту, как Юницкий говорит, советская школа пятый класс шестой физики говорит, все элементарно, дорогие друзья. Струны, пучки струн предварительно натягиваются. Все помещено в специальный наполнитель, специально разработанный бетон, который фиксирует их, поглощает шум, антикоррозины. Вот. И все это в корпусе и с остальной головкой рельсы. А сверху стальное колесо. То есть самый высокий коэффициент полезного действия при движении, качении. Стальное колесо о стальной рельс. Около 99%. Он за все эти года смотрел и брал самое лучшее, что необходимо для перемещения. И так, чтобы это никаким образом и никому не вредило. И действительно, сколько критики было в его жизни, он все ее использовал во благо. Потому что сейчас это наидеальнейшая технология перемещения. Настолько гибкая, что подходит в любую точку нашей планеты. И разные расстояния. Может быть, в специальном восполнении до 2000 метров между опорами. Представляете, любые мосты, да даже если 100 метров, либо там 500 метров, а это уже сейчас, можно сказать. 500 метров любая река, озеро какое-то, овраги, через дома, через кварталы. То есть мы сможем передвигаться и строить направление туда, куда даже добраться сейчас не можем. А сможем это сделать с легкостью. И причем все инфраструктуры. Вот здесь вот на картинке слева есть такие увеличения и круглые черные отверстия. Там могут идти еще две инфраструктуры, кроме самой транспорта. Это информация, интернет и электричество, энергия, плюс транспорт, перемещение. Представляете, сразу три инфраструктуры в любом месте, где можно строить данный трасс. А они элементарным образом строятся. Хотя сами транспортные, именно дороги элементарным образом строятся, хотя самые транспортные средства невероятно сложные, хотя они выглядят достаточно просто. Но это не проще, чем самолет или какие-то космические штуки. Потому что точность и высококлассность всего того, что изобретает, уже и сама производит наша компания высший уровень. Как говорил, если вы посмотрите интервью с Анатолием Юницкий, там рассказано о том, что попросили у нашей компании сделать проект, который разработали электрокар в России, но нету мощности, чтобы там его произвести. И мы производили на наших заводах. И это уже работа для развития завода, и прибыль уже пошла на развитие завода именно наших работников. То есть, представляю, это идет параллельно нашему финансированию. То есть, уже настолько сильный штат и настолько высокие возможности, что мы выходим на действительно мировой уровень, крупный уровень. и есть все перспективы стать самой крупной и влиятельной, самой полезной транспортной компанией в мире. И не стоит, так скажем, быть голословным, все аргументы налицо, все факты налицо. Этот транспорт изменит представление вообще о перемещении, потому что он освободит нас. И он сделает весь мир чище. И флоры, и фауны, и человека. Разгрузит наши города, сделает их действительно приемлемыми для жизни. И этот транспорт в 2000 раз безопаснее, чем автотранспорт, который сейчас забирает по полтора миллиона жизней в год. И около 10 делает инвалидами. 10 миллионов человек. И еще полтора. То есть, представляете, какую часть мы уберем. А необходимо в городе, даже в мультимиллионнике, маленькая тропинка, маленький землеотвод для того, чтобы построить подобную трассу, которая эффективно, со скоростью 150 км в час будет перевозить по нужным маршрутам. И при этом даже в существующем городе мы сможем строить как угодно, потому что этот транспорт может даже сквозь здания проходить. Когда высотка, убирается просто один этаж, и прямо сквозь здания проходят трассы. И получается, что у нее будет только остановка в этом здании. Притом на здании никакой конструктивной, никакого конструктивного напряжения не будет даваться. То есть, супергибкая технология, которая подходит и для будущего, для будущих городов, и для настоящих городов. А чем меньше, чем больше людей у нас ездит на этом транспорте, тем меньше пробок, тем меньше загазованности, тем выше эффективность перемещения в городе и вообще автомобилей и других еще существующих видов транспорта, тем выше эффективность каждого человека. Ну и, конечно же, больше спасенных жизней. То есть, представляете, как одна технология может вместить в себя так много пользы? А если представить, что это самая простая технология Анатолия Эдуардовича, так что каждый человек хотя бы один раз должен услышать о том, что есть такой потрясающий проект, который уже на завершающей стадии, и что этот человек может стать частью этого и ускорить это. Ведь то, что это произойдет, у меня уже сомнений нет. Каждый должен взвешивать сам. Но то, что я видел, чувствовал, как ездил в этом транспорте несколько раз, несколько лет в разных странах, я понимаю, что мы уже сделали это. Осталось, так скажем, все полить сливками и вишенку на торт. Наш скоростной транспорт. Дамы и господа, я благодарен, что вы интересуетесь этим. Пожалуйста, обратитесь к тем людям, которые пригласили вас на эту встречу. Туда, откуда вы узнали. Либо напишите мне на корпоративную почту, я постараюсь рассказать вам то, что знаю, и ответить на вопросы, так скажем, которые вас интересуют, чтобы понять, как все те основные побуждающие факторы, которые были в самом начале, как вы можете применить всю эту информацию, чтобы сделать это для себя и для мира. Я с удовольствием вам в этом помогу, поэтому пишите, спрашивайте у людей, заходите на официальные источники Skyway Capital и изучайте Анатолия Эдуардовича Юницкого, потому что этот человек изменит нашу историю. Точнее, он меняет ее уже, уже более 40 лет. Именно поэтому так много людей идут за ним, помогают, подключаются и уделяют так много энергии, любви и времени для того, чтобы это будущее преобладало, для того, чтобы оно действительно стало нашим, чтобы мы оставили лучший мир для будущих поколений. Так что, дамы и господа, прошу вас, изучите чуть больше информации, задавайте вопросы, не оставляйте это без присмотра, представьте, лучшая транспортная технология и доказывается всеми характеристиками и сертификацией. лучшая. Хотите вы, она точно поедет по всему миру, хотите вы просто ездить в данном транспорте и радоваться ему и пользоваться его благом, или хотите еще с этого и получать пользу, огромные дивиденды, огромную капитализацию с передачи по наследству. Это возможно сейчас есть у каждого, поддержать, ускорить и стать частью этого. дамы и господа, спасибо, будьте здоровы, живите богатым, в изобилии, в благополучии, с улыбкой на лице, с осознанием, что вы хозяин своей жизни и у вас все получится, чего бы вы не захотели. Чувствуйте свою силу и ответственность за себя, за свой мир, за свой дом, планету Землю. У нас есть возможность ее очень здорово изменить. С вами был Артем Курбанов из Латвии, Дагурпец. Привет всему миру. Желаю вам осознания, просветления и, конечно же, делиться лучшим, что у вас есть. Как делимся с вами я и компания Sky World Community. Компания, которая дает безграничные возможности в такое непростое время, в 21 веке создавать и работать, делать созидательную деятельность во благо всего живого в любое время, в любой стране, на любом континенте, на любом языке, с любым другим человеком. И эта возможность именно здесь. Поэтому развивайтесь, интересуйтесь. Благодарю вас за внимание. Мы получили эту планету не в наследство от наших родителей. Мы берем ее взаймы у наших детей. Так давайте сделаем мир, в котором хочется родиться. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok